Боксировал он, кстати, на мировой серии бокса. Один поединок провел там. В 18-м году победил Александра Марковича. Соперник из Конго. Табонго-Табонго. Я по два раза не повторяю, не повторяю. Действительно, человека так зовут. Причем интересно, что в протоколах он Кабонго-Кабонго. На графике он Табонго-Табонго. С вашего позволения буду называть его так, как записано у меня в протоколе Кабонго-Кабонго. Смотрим. По большей росту Конго-Лезец. Хорошая двойка. Вот опять же, да, африканских боксеров мы никогда и ни с кем не перепутаем. Такая совершенно особенная техника. Далекая от классической, далекая от академичной. Попал слева сейчас здорово Лиции. Ну, опять же, да, мы всегда можем отличить африканских спортсменов от других. Вот у них какая-то своя пластика. Вот особенная какая-то. Попал еще пробивает Кабонго. Немного суетится пока что Конго-Лезец. Бросает одиночные удары. Хорошо маневрирует на ногах лице. У Италии были хорошие боксеры. Реально хорошие. Были и легендарные. Особенно, конечно, мы выделяем Роберто Камарелли. Который был олимпийским чемпионом, серебряным и бронзовым призером олимпийских игр. Дукратный чемпион мира. Настоящая легенда итальянского бокса. Хорошо. Левый сбоку. Винченцио доводит до цели. Очень затянут, конечно. И крайне размашист. Кабонго. Также защита, будем так говорить, не идеальна. Но винченцио этим пользуется. Хотя, опять же, вы смотрите, тирваны и атаки не всегда предсказуемые. Но в целом ничего сверхъестественного Кабонго. Ух, посмотрите, да? Насколько он замахивается при нанесении дара. Посмотрите на работу ног, да? То есть, ему самому неудобно, когда он бьет. В этом смысле, безусловно, Винченцио Лица выглядит бойцом гораздо более обученным. Но... Вот это нестандартная техника. Если ее довести до ума, если с ней правильно работать и довести до нужного уровня, то она может быть опасной реально, потому что вот такие ребята, которых мы обычно называем подарок из Африки, да, приезжает какой-то конголезец, тоголезец, не знаю, кто-то еще, кенийц. И потом выясняется, что этот человек может уработать чемпионом мира за один раунд. Да, вот это вот своей нестандартной техникой, обладая длиннющими рычагами. Да, удары летят не пойми откуда, не пойми под какими углами. И сами боксеры и бойцы говорят, что с такими сражаться очень сложно, потому что ты никогда не знаешь, чего от него ждать. Откуда прилетит, под каким углом. Если боец-технарь, если он вышкален, если у него поставлена работа по лекалам, да, скажем, по канонам, то это делает его, наверное, даже где-то более предсказуемым. Вот здесь хорошо попадает левый сбоку. Винченция. Винченция. Итак, второй раунд Смотрим Винченце Лице в красной форме Против Кабонга Кабонга Вот такая атака в исполнении Конголеса, еще раз Очень старается ударить При этом высоко задирает бороду Кабонга Да, и размахивается от самого Конга Сейчас Кабонга Кабонга Но с другой стороны он продолжает выбрасывать удары Продолжает оказывать сопротивление Здорово здесь выпускает переднюю руку Навстречу сопернику Винченце Натыкается на нее Буквально как на шлагбаум Кабонга Ого, вот так уже просто Анастасия Волочкова в исполнении Кабонга Кабонга была сейчас Но весь свой арсенал показывает Конголезец Здорово по туловищу Винченце Но мы видим, что лица не форсируют абсолютно Он понимает прекрасно, кто перед ним Он понимает, что бой идет ему в руки Что не нужно здесь рваться Не нужно во что бы то ни стало пытаться удосрочить соперника Надо просто спокойно, грамотно довести бой до своей победы Ну и затем уже готовятся к следующему этапу Ну а вот так, смотрите Причем, да, очень сильно телеграфирует о своих намерениях Кабонга Когда отводит правую руку чуть-чуть в сторону для нанесения удара Конечно, лица это все читает, это все видит Но попадает, смотрите, молодец Кабонга Молодчина Неплохая двойка от Винченца Вот здесь опять проваливается Кабонга Да, занятный персонаж, конечно, из Конга Очень Но при этом, опять же, с характером То есть старается, старается, что-то делает И по туловищу атакует И в голову удар выбрасывает Порой даже доводит их до цели Так что Молодец 10 секунд до конца раунда Закончен раунд Я думаю, что Его забирает Винченце Лице Я думаю Закончен раунд 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 Пытается достать одиночными ударами более высокорослого соперника Винченцо. Но опять же мы видим, что Лидси не форсирует, а может быть и напрасно. Потому что, да, он выглядит более обученным. Но вот если мы берем, например, раунд под номером 2, то ведь и у Табонга были попадания. Да, первый раунд, конечно, за Винченцо, вне всяких сомнений. Но вот если вдруг станется так, что Табонга-Табонга заберет третий раунд, ну, кто же его знает-то? Хорошо по туловищу атакует Винченцо. Я почему так говорю, потому что и уже даже на этом турнире были решения, которые, скажем так, вызывали вопрос. Минута до конца третьего раунда. Минута до конца третьего раунда. Минута до конца третьего раунда. Неплохая двойка от Лидси. 30 секунд. Есть попадание с левой руки. Хорошо Лидси подготовил. Но понятно, да, что и опять же Винченцо здесь работает на полуспущенных. Я уже говорил, почему так происходит, и это правильно. То есть здесь самое главное обозначить свое преимущество и не тратить силу понапрасну. Не получать ненужных травм, просто докатывать до финального конга и готовиться уже к следующему этапу. А потенциаль как раз Винченцо может встретиться с тем же Азаматом Бахитовым. И сами понимаете, что это будет совершенно иной бой. Все, окончен балл. Уже почему-то начинает праздновать Кабонго-Табонго. Но, кстати, опять же, да, третий раунд был неяркий. Неяркий. Я думаю, что все-таки Винченцо Лидси его выиграл. Наверное, как и весь бой в целом. Наверное, говорю я вам. Ну, а Кабонго-Табонго доволен тем, что он пробоксировал три раунда, я так думаю. Ну, вот смотрите. Уверен в своей победе Кабонго-Табонго. Единогласное решение судей в пользу. Да, Винченцо Лидси одерживает победу. Абсолютно заслуженно. По делу, молодец. Ну, поглядим, как далеко он сможет зайти в дальнейшем. Кабонго-Табонго.